Особенность нынешних учений состоит в том, что в них, кроме вооруженных сил России и Беларуси, примут участие военнослужащие Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. На едином оперативно-стратегическом фоне будут объединены учения «Запад-2013» и коллективных сил ОДКБ «Заимодействие-2013». В учениях будет участвовать порядка 13 тысяч военнослужащих. Более 10 тысяч от Беларуси, около 2,5 тысяч от России, около 300 от ОДКБ. Планируется задействование 350 единиц бронетехники, около 70 танков, более 50 единиц артиллерии, реактивных залповых систем и других видов вооружения. Совместное российско-белорусское учение «Запад-2013» носит сугубо оборонительный характер и подтверждают стремление Беларуси к укреплению региональной безопасности, а также приверженность страны союзническим обязательствам. Об этом говорили все участники встречи на коротком митинге. «Мы защищаем общие национальные интересы, общую безопасность и в рамках защиты наших интересов двух государств сегодня проводятся вот эти учения «Запад-2013». Сейчас, вот сегодня буквально мы встретили очередной эшелон, который прибыл из Подмосковья, который будет проводить совместное учение вместе с частями подразделения Республики Беларусь, также территориальными войсками Республики Беларусь, здесь, на полигоне Брестском, и решать совместные задачи по обеспечению и укреплению безопасности границы и поддержанию военного положения в приграничных районах нашей страны». Темой учения является подготовка и применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства. Оно пройдет в два этапа. На первом объединенное командование региональной группировки войск осуществит планирование применения и управления войсками в ходе их развертывания, а также планирование изоляции условных районов действий, незаконных вооруженных формирований, наращивание группировки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, осуществление прикрытия важных государственных и военных объектов. На втором этапе, который пройдет с 20 по 26 сентября, будут отработаны вопросы управления войсками в ходе проведения военных операций по стабилизации обстановки в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства. Мы вступили в учение уже с 5-го числа. То есть перемещение железнодорожным транспортом, передислокация сил и средств, она уже является первым этапом учения. Поэтому мы находимся в стадии учения уже на сегодняшний день. Личный состав прибыл на территорию Республики Беларусь с подъемом. И я еще раз хотел бы сказать, что мы находимся в самых таких лучших условиях, потому как мы прибыли на Брестскую землю. Общая численность военнослужащих, которые примут участие в совместных учениях на территории Брестского полигона, составит до 2,5 тысяч человек. Эшелон из Подмосковья привез в Брест 287 единиц техники. Из состава 2-й мотострелковой дивизии на Брестскую землю прибыло 287 единиц техники. А среди этой техники что-то? Среди этой техники есть техника мотострелковых подразделений. Это БТР-80, которая состоит на вооружении нашего первого мотострелкового полка. Танки Т-90 на вооружении танкового батальона этого же мотострелкового полка. Ну и остальные виды специальной техники и техники обеспечения. Помимо вышеназванных целей и задач, учение Запад-2013 позволит проверить новые прошедшие модернизацию образцы вооружения и военной техники как отечественного, так и совместного производства их соответствия поставленным задачам. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Спасибо. Спасибо.